Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я Игорь Шестидко. И я продолжаю обзор из того, что называется IFA 2017. И вы видите сейчас продукт, который называется PICTAR компании MIGO. Это ребята, которые сделали его опять же на Kickstarter. И сейчас уже готовое решение пошло в продажу. На X-TENDI тут большая толпа народа. И я сейчас попробую рассказать, что это такое и почему оно нужно. А также напомню, что внизу в описании видео есть линки на другие обзоры IFA 2017. Путевые заметки, они там делятся на видео, снятые из мобильного телефона, и видео, снятые вот как это, с камеры. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет продукт PICTAR и почему, почему я обратил на него внимание. Смотрите дальше. Итак, какие проблемы и зачем вообще был выпущен продукт PICTAR, я сейчас расскажу. С этой идеи, собственно говоря, и начинается основной момент. Опять же, напомню, что когда вы делаете фотки, вы всегда держите телефон вот так вот, двумя пальцами. Особенно еще если это видео, то тем более, то есть пытаясь каким-то образом удержать, сфокусировать и тому подобное. Современные телефоны, к сожалению, настолько тонкие, настолько большим экраном, что не всегда удобно удерживать телефон, а тем более еще делать какие-то настройки в ходе работы. Поэтому, поэтому ребята выпустили PICTAR, да, обратите внимание, его основная идея состоит в том, что он предоставляет вам отличный вариант того, что вы можете это дело держать в руке, да, то есть одной рукой можете сделать все. Ну так вот, с другой стороны, он достаточно легкий и достаточно тонкий и вообще энергонепотребляющий, я объясню сейчас почему. И, соответственно, вы легко можете поместить его в карман, работать с ним и так далее, обратите внимание, без каких-либо вещей. Плюс, кроме удобного хвата, да, удобного хвата, здесь присутствуют также механизмы управления, то есть вот эти вот штуки, которые позволяют вам выполнять какие-то действия, почему какие-то, я сейчас расскажу. Их тут на самом деле пять, то есть колесико одной настройки, колесико другой настройки, колесико, как всегда, фокуса и спуска. И обратите внимание, колесико зума, плюс оно же колесико, которое можно переключать или выполнять какие-то другие режимы. И все это вот так лежит в руке. Плюс, обратите внимание, здесь есть разъем под спешку или под какую-то красивую, удобную, симпатичную лампу, которую вы можете поставить сверху для того, чтобы что-то снимать с подсветочки. Ну, а поставляется этот продукт, перед тем, как мы начнем рассматривать его дальше, в двух вариантах. Обратите внимание, первый из вариантов это вот такой вот растягивающийся вариант, который позволяет вам использовать iPhone Plus. Да, кстати, девайс предназначен для iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus. Есть маленький вариантик и большой вариантик. Так вот, они чем отличаются для андроидов, будут выходить в ближайшее время. Пока что будут поддерживаться Samsung S-серии и Samsung Huawei P-серии, ну и совместимые с ними. Коробочка выглядит очень стильно и комплект, как вы видите, очень и очень оригинальный. Ну, то есть, как по мне, оформлено очень даже неплохо. Закрыли инструкция к эксплуатации и тому подобное. А почему я говорил о том, что он энергомалопотребляющий, почему такая привязка к телефону? Да, кстати, чехольчик и веревочка тоже к нему идут. Основная идея состоит в том, что данный телефон, штука, да, управляет телефоном не по Bluetooth. Пусть вас не смущает мигающая вот здесь вот лампочка. Это не Bluetooth. Телефон, все устройства передают на телефон все команды при помощи, видите, вот этого вот. Это два ультразвуковых динамика. Правильно, да, это просто динамики. Я сам не знал, но оказывается, это возможно. И, соответственно, тот же, как его по-русски, айфон поддерживает режимы работы этих ультрасонник. Слушайте, крепкая штука, оказывается. Ультрасонник модулей и воспринимает. То есть микрофон абсолютно нормально работает с системой. Так что вы можете запросто, да, сделать приложение. Ну, а поскольку это связано дальше с особенностями каждого из телефонов, каждого из устройств, то, соответственно, поэтому такие вот пока что серии, да, Samsung и Huawei. Но ребята работают и тестируют другие варианты телефонов. Так, включайся. Здесь мы можем, опять же, посмотреть теперь уже, что может приложение. Обратите внимание, вот я перешел в режим приложения. И здесь мы видим много различных вариантов выполнения операций. На самом деле, самое главное здесь, это вот эта вот кнопочка, которая, или колесико, которое вы крутите. И можете переключать пиктар в нужный вам режим. Например, в режим ауто. Почему бы и нет? Вот теперь мы находимся в режиме ауто. И дальше, как вы понимаете, все очень просто. Я просто нажимаю кнопочку, система фокусируется, дотачиваю, получаю фотографию. Все. В режиме ауто мы пошли, взяли систему. Ну, тут как раз люди ушли, они не будут ругаться. Тут, кстати, многие обижаются, что их снимают. Взяли систему и пошли делать фотографии. Причем, если в режиме ауто вы хотите что-то поменять, обратите внимание, вы здесь это сделать не можете. Но! Вот так вот двойным вот щелчком, опять же, камера позволяет это сфокусироваться в одном месте, освещенность взять с другого места. Такие варианты тоже возможны. Это уже дело софта, который обеспечивает необходимые возможности. Плюс, опять же, как я говорил, кнопки хорошо настраиваются. И вы видите, что вторая кнопка выполняет опцию экспозиции. Очень и очень, кстати, полезная функция. Даже, обратите внимание, в автоматическом режиме я могу выбрать насыщенность картинки, не прибегая к использованию зума. Ну и, опять же, зума и выбора цвета, да, извиняюсь, выбора освещенности. Таким образом, я могу регулировать в автомате, в автомате все необходимые мне вещи, управляя системой. Плюс, обратите внимание, да, это зум. Да, это зум без пальцев, без дрожащих рук и тому подобное. Вы можете запросто какие-то люди очень и очень напряженные пошли, может, террористы какие-то. Вы можете запросто сфокусироваться на девушках. Они нас видят. Отлично получается зум. Так что, вы видите, это был шестикратный зум, который обеспечивает вам работу. Ну и плюс, эта кнопка еще, обратите внимание, что делает. Не, не поняли? Опа! Опа! То есть, я использую нажатие, бац, переключился. Бац, переключился. Очень удобно для того, чтобы менять соответствующие настройки вашей камеры. Ну и само приложение. На самом деле, и без этого бы хватило, да, но само приложение позволяет вам сделать много чего интересного для работы. Вот я сейчас выберу, например, по приоритету ISO и дальше могу менять уже ISO камерой. А, нет, это там в случае приоритет ISO зафиксировано. Я меняю скорость шаттера, да, закрытие, то есть выдержки. И тем самым получаю необходимые возможности по работе. Плюс я это же могу делать одним пальцем, удерживая телефон без каких-либо проблем. Ну и здесь, опять же, дофига и больше различных настроек. Аспект Рейтио, очень удобная штука, как вы видите, горизонт. Мне понравилось это в софте, и я не могу понять, почему народ не включает у себя на камерах этот горизонт, а использует только сетку, обратите внимание, можно четко поставить это все. По мне это очень полезная вещь. Опять же, режимов много, с ними надо играться, с ними надо пробовать. Главное, что вы это все, я что включил, менюал. Главное, что вы это все можете делать одной рукой. У меня просто она уже устала. Я по-прежнему меняю. Да, я по-прежнему меняю. Но, с другой стороны, опять же, вы можете сами поменять скорость шаттера, поменять скорость ISO и тому подобное здесь уже в режимах. Плюс таймер, плюс HDR, плюс, обратите внимание, формат. Различные варианты выбора фокуса, например, менюал. Сейчас мы сделаем вот как. Мы перейдем в режим Auto. Фокус. Фокуса в режиме Auto нет. Надо перейти в режим менюал. Ну ладно, в общем, фокус тоже классный. Фишка в чем? Вот, менюал, да. Фишка в чем? Появится фокус. Фактически, вы имеете такой вот супераппарат. Обратите внимание, опять же, я меняю штуку. Я меняю зум. Я меняю фокус. Приближая или удаляя объекты. Тут можно вот на этом, кстати, будет лучше. Смотрим на Пиктар. Обратите внимание, он поближе. Сейчас еще. Вот, смотрите, размывается. Фокус уходит куда-то. Приближается. Потом снова провалится. Вот я сфокусировался больше на буквы, чем на надписи. И так далее. Так что приложение само по себе, даже без тех возможностей, которые предоставляет штука, которую вы держите в руках, удерживаете, работаете с клавишами, уже само по себе интересное. Причем приложение учитывает и такие вещи, как наличие линз в системе. И самое интересное, вы можете перепрограммировать любой из кнопочек. Пожалуйста, передняя кнопочка, боковые кнопочки. Все это может быть настроено так, как вам нужно, как вам удобно. И вопрос хороший. Что тратит телефон? Правильно, телефон не тратит ничего. Вопрос следующий. Что тратит камера? Камера, это у камера. Подставка для камеры. Подставка для камеры тратит только энергию на ультразвуковые дела. И в результате, в результате мы получаем то, что на вот этой вот маленькой батарейке стандартного изготовления, кто не знает это, как она там называется, уж не помню номер, он живет от 4 до 6 месяцев в зависимости от активности вашего использования, о чем тут даже, по-моему, сказано. Плюс ничего не берет от батареи. Да, и, кстати, я забыл сказать еще одно маленькое, но очень полезное дополнение этой штуки. Это возможность присобачить его к соответствующему штативу для того, чтобы поставить, выставить задержку, настроить кнопочки, нажать, отбежать и работать. То есть такой вот программно-аппаратный комплекс обеспечивает вас отличным, отличным вариантом, только штука тугая, отличным вариантом использования и работы. Плюс, как я говорил, для меня наиболее привлекательной вещью является то, что вы просто удерживаете телефон, даже если бы не было кучи этих фич, которые есть в самом программном обеспечении, уже возможность программировать кнопки, управлять через микрофоны и делать фотки, ну, то есть вот таким вот образом, уже было бы очень и очень и очень крутой штукой. Так что пожелаем ребятам из Пиктара, вернее, ну, с компанией, из компании Migo успехов с их Пиктаром, с продажами, с продвижением. Они обещают сделать больше андроидовских версий, больше версий, которые поддерживали новые телефоны и, конечно же, улучшать и само устройство, и программное обеспечение. Как по мне, софт-тач решение, кроме вот того, что здесь есть резинка, софт-тач решение для остальных частей было бы тоже очень и очень неплохо, но у них сейчас следующее поколение уже пойдет с металлитетопластик, крашеный, с металлическими кнопочками, вот только вот это металл, я так понимаю, с металлическими кнопочками, настроечками и тому подобное. Ну и в Европе, в Европе Пиктар продается уже, кто захочет купить онлайн, смотрите на сайте компании Migo, найдете там много чего интересного, плюс ребята говорят о том, что у них есть еще большое количество обучающих видео по тому, как пользоваться их устройством. А я буду прощаться, еще раз напомню, что с вами был я, Игорь Шестидко, с продуктом Пиктар. Классной штукой, удобной, могу сразу сказать, штукой для фотографии, можете запросто поместить это в карман, кстати. Смотрите другие видео на канале, внизу в описании к этому видео, в другим видео, линки на все, что связано с ИПА и с путевыми заметками, с всплывающими аннотациями, всплывающими в конце карточками. И, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте шарить в сети. Всем удачи, счастливо, пока, увидимся.